Сегодня я хотел бы поговорить о том, как строить непериодическую функцию в случае, когда она у нас задана на интервале от минус l до нуля. Или от нуля до l. То есть рассмотрим функцию f от x. И она у нас задана на интервале от нуля до l. В этом случае необходимо подобрать некоторую функцию g от x, чтобы эту функцию продолжить на интервал от минус l до нуля до, как было показано в одной из прошлых пружинках. Но в этом случае g от x будет являться либо четным, либо нечетным продолжением функции f от x. Продолжение, продолжение. Что ж, рассмотрим функцию f1 от x. Так, она будет записываться как f от x для x принадлежащего от нуля до l. И же от x, который будет записываться как f от минус x. Для x принадлежащего от минус l до нуля. Это будет являться счетным продолжением. Тогда ряд фурьер функции f от x определяется формой с коэффициентами. 1 на l от минус l до l. f1 от x dx. То есть счетное продолжение. Это будет равняться... Соответственно, 2 на l. От нуля до l. Просто f от x. А от n будет задаваться как непосредственно 2 на l. Я здесь просто использую функции для четного и нечетного рядов фурьер. С периодом 2 l. косинус pn npx на l dx. И все bn будет равняться 0. Вот. Приведу сразу некоторый пример. То есть у нас функция f от x какая-то задана, допустим, да? От нуля до l. Так, оси какие-то пьяные получились. От нуля до l. Ну, какую-нибудь функцию зададим. Вот. Случай, если мы хотим сделать четное продолжение, то нам предстоит сделать следующее. Копировать, вставить. То есть, что я делаю? Я выбираю функцию непосредственно g от x, таким образом, чтобы она была этой же функцией, только минус l. Да? Это случай четного. Мы так поступаем. вот еще раз продемонстрирую, как это будет и дальше. Так. Так. Тут везде надо это убрать. Вот у нас получилась такая вот картинка. Вот и все. Теперь рассмотрим второй случай. b. Какой-нибудь тут у нас была. И четный был, да? Четный. Теперь, когда, соответственно, у нас будет нечетный ряд фурье. Не знаю, сзади чего. У нас выживет только коэффициент b, n. Вообще, математики люди самые ленивые на свете. Я не знаю, кто-нибудь в виде физики или математики. А лень состоит в том, чтобы поменьше писать формул, для того, чтобы получить наибольший результат. То есть, поэтому все их пытаемся подогнать под то, что было сделано из всякой симметрии к уже построенным теориям, чтобы ничего нового там не расписывать. Вот такая вот идея есть. Поэтому получается, что когда одну какую-нибудь модель новую изобретут, то и пытаются ей все описать то, что было сделано до этого. А чем новое писать? Сначала делаем, что-нибудь было старое. Вот так вот нас будет сдаваться вот это вот уражение для БМ. Не, на самом деле, конечно, это можно сменить как шутку, но в целом, в целом, если на рдах пулье смотреть, все пытаемся свести к тому, что уже вывели в начале, чтобы поменьше дальше что-то вводить. А когда мы решаем какие-то теории приближения, иногда стараемся отбросить по максимуму членов, чтобы было наиболее простое решение, мы бы все написали результаты, а не так, чтобы там возиться с тысячами интегралов. Ну что ж, пока я говорил, размышлял о философии жизни физико-тематике, вот я получил просто выражение для БМ нечетного. Так. В целом, теперь я продемонстрировал, то же самое вещь, что если у нас задана теперь функция, вот это вот та же самая, да? И мы хотим получить из нее нечетный ряд, free, или то есть построить, соответственно, jx как минус f под минус x ну, это будет нам приводить к тому, что мы будем просто строить нечетное продолжение непосредственно, то есть, да? И раскладывать уже новую так же функцию f1 от x, то есть f1 от x у нас будет задаваться f от x и минус f от минус x. Это от 0 до l будет. Это минус l до 0. то в результате мне понадобится старание изобразить то же самое здесь. Вот. Будем считать, что я получил то же самое, или у меня тут художественные способности не очень подхрамывают немножко. Но эх, вот как-то так. Так. В общем, вот. Ну, в общем, что я хочу сделать сейчас с использованием своих неюжих художественных способностей и великого редактора нарисовать вот эту вот вещь, которая здесь, здесь, но только перевернута. Будем считать, что я очень успешно это повторил. И возгордившись собой начал ой, что-то не то сделал. Копировать, ставить. Начал вот ее Fourier ряд раскладывать. Из-за чего изложение ряд Fourier придет к тому, что я сейчас сделал. Кстати, вот то, что я сейчас показываю. Очень хорошо, что наглядно на области копировать, ставить. Потому что это на самом деле так и есть. и в жизни. То есть, теперь покажем, где у нас L, минус L. То есть, у нас будет минус L. Это у нас L. Я тебе просто покажу, чем будет равняться ряд Fourier. Тут будет 2L, там будет 3L, тут минус 2L. Кстати, чего получаем разложение в ряд Fourier этой функции f от x изначально, используя нечетное продолжение этой функции j от x. Вот и все. В этом здесь состоит смысл. А L. Алятфури как раз будет нас записывать вот такое вот поведение по гармоникам. Это случай нечетного, это случай четного. Что ж, спасибо за внимание. меня.